Привет, ребята, мы с путешествием, и мы сейчас в Тюмени, и я сейчас немножко вам показываю еще секунду. Так, это Тюмень, и она вся в дожде. Ну, что поделаешь, как повезет, уж в каком состоянии, в какой момент успеш подъехать в город. Так получилось, что мы подъехали в дождь. Так что будем смотреть Тюмень в дожде. Она бывает и такой. Поехали, смотрели видеоролики про Тюмень. Очень ее везде восхваляют. То есть раньше у меня было прозвище Тюмень, столица деревень, но после того, как были найдены нефть и газ, она очень воспряла, она очень похорошела. Она производит большое впечатление. Вот мы сейчас это впечатление пытаемся составить. Как бы сразу не пугайтесь, потому что это окраина. То есть мы не в центре. Мы по окраине выходим на окружную автодорогу, потому что мы собираемся посетить горячий источник. Вообще в Тюмени очень много этих горячих источников. Вот говорим-то в Тюмени, но похоже они все за городом. То есть вот обычно навигатор, мы уже 2-3 пытались как бы проверить, навигатор выдает, что вот ехать там, ну не знаю, от 13 до 30-40 километров куда-то надо. Так что мы едем. Сейчас мы, наверное, едем в источник Тюменский. Ну, мало ли, если интересно, то сказали, что сейчас 2022 год, сказали, что стоимость посещения 350 рублей по времени не ограничена. Сиди сколько хочешь. И там есть бесплатная парковочка. Мы на автомобиле. Это то, что нам надо. То, что как раз подходит. Так, ну чего, окраинка. Окрайинка Тюмени такая же, как окраинка, в принципе, всех городов. Хотя прикольно, конечно, что есть тоже как бы круговая, обводная, объездная. То есть, скажем так, скажем так, московский, да? Московский уровень. Прямо все сравниваем с Москвой. Вот прямо все сравниваем с Москвой. Просто так нам не живется эталон у нас, наша столица. Значит, хорошо, что наша полоска свободна, но зато та полоска, смотрите, вся в копке. Через 1 километр 500 метров держитесь левее. Так, нам еще один километр с половиной ехать прямо, потом держаться левее. Вот там, наверное, мы на Кольцевую куда-нибудь и выйдем, получается. Да, но дороги хорошие, развязки такие поднятые вверх. Пока все как бы чистенько, аккуратненько, ухоженно. Я говорю, если бы это был не дождь, а солнышко, думаю, что было бы тут вообще красиво-красиво и интересно. Вот переходы такие интересные сделаны. Дома, пусть и окраинка, но вот эти все жилые районы понастроены. Люди живут, значит, Тюмень расширяется, раз малые районы строятся. Ай, вот как-то так. Ладно, я поехала дальше искать, куда там нам надо держаться левее. Так, вообще, впечатление вот о городе, о его окраине, о его грузовиках можно составить.